Еще недавно 12-летний орангутан Джака был на грани смерти. Его содержали на одном из индонезийских курортов в крошечной клетке. Кормили сырными палочками, шоколадками и острым рисом, а не фруктами, которые так ему необходимы. Истощённую обезьяну забрал к себе местный приют для диких животных. С тех пор Джака идёт на поправку. «Приют был основан с целью заботы о диких животных, которым угрожает опасность. В том числе незаконная торговля, потеря среды обитания и лесные пожары». В приюте близ города Богор в Индонезии сейчас находится 80 диких животных. В их числе 15 приматов, крокодилы и тигры, а также 30 птиц, включая павлинов. Кого-то изъяли у контрабандистов, кого-то нашли в лесу местные жители. Большинство прибыли в очень плачевном состоянии. У некоторых попугаев сломаны крылья, и они не могут летать. У одного даже были полностью сбриты перья. А у этого лори совсем не было зубов. Большинство этих обезьян после человеческих издевательств пережили нервный срыв. Некоторые страдают от серьёзных заболеваний, таких как гепатит и истощение. Но здесь они в надёжных руках. Приют на площади более одного гектара – совместный проект канадских и индонезийских исследователей. Животных, которые ещё способны выжить в дикой природе, здесь вылечивают и выпускают на волю. Остальных же оставляют жить. «Мы всех лечим по-разному, потому что все они разные. Мы ежедневно наблюдаем за нашими животными и заботимся о них. Наблюдаем за их поведением, состоянием их сознания и их здоровьем». Есть здесь и суматранские тигры, подвид находящийся на грани вымирания. Пара была рождена в неволе и слишком привыкла к людям. Здесь же их пытаются отучить от двуногих попечителей и научиться охотиться, чтобы через год или два выпустить джунгли. Тем временем незаконная торговля дикими животными в Индонезии в последние годы продолжает набирать обороты. В первой половине 2015 года в руки контрабандистов попало на 70% больше диких животных, занесённых в Красную книгу, чем за тот же период предыдущего года. Без надлежащих мер со стороны правительства животных не спасти, уверены природозащитники. Такие приюты, как этот – это лишь следствие проблемы, а не способ её решения. «Приюты должны расцениваться как кратковременное решение для срочной помощи диким животным. Эти приюты не могут быть инструментом для сохранения животных. Если мы хотим сохранить животных, то нужно предоставить им возможность существовать в естественной среде обитания». Помимо непосредственного спасения диких животных, приют в Богоре также ведёт просветительскую деятельность среди местного населения, включая лекции в школах. Людей учат заботиться о природе и не участвовать в браконьерской деятельности.